МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Караганда стала без общественного транспорта. Почему водители третьего автопарка не вышли на линию? В рамках этой акции мы проводим очистку. Волонтеры и спасатели помогают жителям рабочего поселка справиться с паводками. За мастерство в национальной игре можно получить шестой айфон. Водители автобусов автопарка номер 3 устроили забастовку и не вышли на линию. Причиной массового бунта стало резкое увеличение плана. За аренду автобуса ежедневно необходимо платить 45-55 тысяч тенге. Такая сумма к концу дня не всегда набирается. Всего в забастовке участвовали около 40 водителей всех маршрутов. Мы должны платить за аренду около 50 тысяч, в зависимости от количества рейсов. Работаем только на автопарк, без зарплаты. Тимур Бюрин работает на 53-м маршруте. В день он делает 8 рейсов. По плану ежедневно должен сдавать около 47 тысяч вместе с соляркой. Но сумма не набирается. Люди ездят с проездными билетами. Водитель жалуется, что всем нужно кормить семью. Работа нелегкая. Они и его коллеги хотят добиться снижения плана. Многие водители не получают зарплату от автопарка. Они должны сами себе зарабатывать. Нормы солярки, которую выдают в день, не хватает. Водителям приходится самим заправляться. Плюс к этому расходы на ремонт. Люди ездят с проездными. Мы зачастую работаем без зарплаты. Аренда высокая. Зарплаты не остаётся ни водителям, ни кондукторам. Раньше мы зарплату получали, а сейчас нет. Поддерживают слова Тимура остальные бастующие. Руководство автопарка после длительных совещаний всё-таки выступило перед журналистами. Артур Кригорян пояснил, конфликт возник из-за повышения плана наличной выручки. Это связано с повышением цен на дизельное топливо с 92 до 96 тенге, а затем и до 99 тенге за литр. Сейчас мы с местным исполнительным органом решили вопрос о предоставлении топлива по цене, как и было, 92 тенге. И в связи с этим конфликт исчерпан. 800 тенге убраны. Все поехали на линию выручки. Прежнюю цену на топливо пока утвердили неофициально. Странно лишь, что сделать это до забастовки никто не удосужился. Сразу после выступления директора автобусы стали выезжать в рейс. Аймамлина Исламбекоспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Инвесторы Словакии готовы сотрудничать с предприятиями Караганды. Об этом заявил чрезвычайно полномочный посол Словацкой республики в Казахстане Петер Юза на встрече с Акимом областин Румухаммедом Абзибековым. Глава области познакомил гостей с социально-экономическим развитием региона и работой местных органов власти. Подробности далее. Встреча прошла в дружеской обстановке. Глава региона поведал гостям о достопримечательностях области и крупных промышленных предприятиях. Нурмухаммед Абзибеков подчеркнул, благоприятный инвестиционный климат, богатая сырьевая база, стратегически выгодное географическое расположение нашей области дают положительные условия для беспрепятственного притока инвестиций в экономику. Аким области пригласил словацкую сторону к сотрудничеству. Поучаствовать в реконструкции и развитии этого предприятия нашей области не располагается. Оно сейчас, это предприятие, в силу экономической ситуации, оказалось в трудном финансовом положении. И там вполне возможно сейчас найти компромиссное решение, стать владельцем этого предприятия и здесь выпускать эту конвертную инвестицию. Ответное слово тоже не заставило себя ждать. Гости с воодушевлением поддержали инициативу сотрудничества. С их слов, Карагандинская область и в целом Казахстан привлекателен для инвесторов. Сейчас они уже договорились с управлением здравоохранения Шымкента о поставке карет скорой помощи. Отношение Словакии с Карагандой как городом и областью исторически. То, что мы хотели, хочу ищить, мы разглядываем мысль, связанную с аэропортом и с туризмом. Обе стороны остались довольны беседой. Возможно, в скором времени словацкие инвесторы вдохнут вторую жизнь в предприятие Караганда резинотехника. В завершении встречи участники обменялись презентами и сделали фото на память. Аймамлина Олжас Габасов, Александр Терекидзе, Первый Карагандинский. Предупрежден, значит вооружен. Жителям поселка Рабочие объяснили правила безопасности и раздали памятки с инструкциями поведения при ЧАЭС. Паводка «Опасный период» продолжается. Дабы не допустить прошлогодних ошибок, спасатели выезжают в отдаленные населенные пункты. Подробности у Аймамлины. Сегодня бригада спасателей и волонтеров посетила рабочий поселок сортировки. Жителям были розданы памятки и гуманитарная помощь. Молодежь потрудилась на славу. Они расчищали ливневки и дворы пенсионеров от снега. В рамках этой акции мы проводим очистку. Спасатели называют это профилактикой. Весенние талые воды могут застать жителей врасплох. Избежать чрезвычайной ситуации можно. Главное подойти к проблеме с умом, говорят они. Управление ПЧС города Караганды напоминает жителям жилого сектора, чтобы снизить ущерб от талых вод и минимизировать, нужно вывозить с придомовой территории снег, очистить максимально, очистить водопропускные сооружения. По информации спасателей, пока в Карагандинском регионе нет опасности затопления, но противопаводковые мероприятия продолжаются и люди должны быть готовы к любой ситуации. Аймамрина Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Впервые в Караганде. Выставка экзотических животных. Ежедневно с 3 марта по 2 мая. Торговый центр City Mall. Третий этаж. Продолжаем выпуск. Более тысячи карагандинцев многоэтажных домов практически весь отопительный сезон прожили с открытыми форточками. Выпускать тепло из дома потребители стали из-за того, что квартиры перетапливаются. Услугодатель убеждает потребителей устанавливать общедомовые приборы учета тепловой энергии. Таким образом, монополист может снизить свои сверхнормативные потери, а потребители экономить деньги на оплате за тепло. Этот дом расположен по улице Ленина. Форточка открыта нараспашку. И так поступают более тысячи карагандинцев из-за того, что монополист перетапливает дома. В свою очередь, услугодатель объясняет, что на ТЭЦ невозможно мгновенно регулировать температуру теплоносителя. У станции большая инерционность, и вода возвращается обратно только через 18 часов. Поэтому предлагают потребителям в подвалах установить систему теплового учета. Таким образом, услугодатель снизит свои сверхнормативные потери, а потребители будут экономить деньги на оплате услуг. При установленных приборах в учетах тепла потребители получали достаточно хорошую экономию – 30, 25, 40%. 40% – это, вы видите, какая аномальная теплая зима. Но самая хорошая, конечно, экономия – это когда в домах, где установлено АТП. АТП – это автоматизированный тепловой пункт. Он регулирует температуру. Если на улице прохладно, значит температура в помещениях, в жилой дом подается больше градусов. Если же, вот как сейчас на улице тепло, то температура, соответственно, будет ниже. И это называется фактическое потребление тепловой энергии. Кайрат Ирмагамбетов знает об экономии все. По его словам, компания «Жилсоцсервис» установила в 14 многоэтажных домах автоматизированные тепловые пункты. В прошлом году им удалось сэкономить более 4 миллионов тенге, или 6 тысяч с каждой квартиры. В среднем обходится жильцам порядка 2-2,5 миллионов тенге, стоимость его. То реально, если в ходе двух-трех отопительных сумм, он окупает себя. Окупает себя, и потом реально, значит, жильцы, когда при капремонте, они, конечно, оплачивают за установку АТП. Но, я повторяю, по истечении двух-трех отопительных сумм, они за счет экономии окупают, и потом он уже работает на них, уже принося им именно ощутимую денежную буту. Призываем жильцов города не бояться, нужно смело, тем более это опробировано уже, надо смело ставить АТП. Есть у нас фирмы неплохие, которые занимаются обслуживанием, поэтому это будет реальная выгода. Всего в городе насчитывается более двух тысяч многоэтажных и более полутора тысяч частных домов. Во многих уже установлены приборы учета тепла. Между тем, в этом году услугодатель планирует ввести дифференцированный тариф. Это значит, что потребители будут платить не 105-110 тенге за квадратный метр, а в два раза больше. Коснется это тех жильцов, в чьих домах не установлен прибор учета тепла. Наибольший эффект с точки зрения экономики по затраченным средствам и по величине экономии дает установка АТП. Что такое АТП? Это автоматизированный тепловой пункт. За этой страшной аббревиатурой, быть может иногда непонятной, не специалисту, очень простое, логичное предложение, решение. Это аппаратура, которая позволяет вам потреблять то количество энергии, которое вам необходимо в данный момент, при данной сравнению. Или по очередности, или по целесообразности всех мероприятий по энергосбережению, по теплосбережению в данном случае в жилом доме, первоочередным является АТП. Без этого мероприятия все остальные практически теряют смысл. Системы теплового учета действительно стоят дорого. Их цена от 300 тысяч и выше. Самые дорогие из них оснащены даже радиомодемами, которые автоматически передают показания на сервис. Конечно, такое чудо техники устанавливать в жилых домах никто не требует. Достаточно и более простой системы учета тепла. Она, уверяет представители теплопередающей компании, окупит себя, ведь с ее помощью потребители смогут экономить свои деньги. Екатерина Афанасьева, Исламбек Аспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. О других темах. Настоящая современная красавица должна обладать не только идеальными внешними данными, но и быть интеллектуальной, уметь готовить, создавать домашний уют, а главное – чтить традиции своего народа. Во Дворце культуры горняков прошел конкурс «Куктема РО-2016», где красавицы Карагандинской области смогли продемонстрировать все свои умения. 13 красавиц со всей области съехались побороться за титул «Мисс весна-2016». Конкурс посвящен 25-летию независимости Республики Казахстан и празднику Наурыз. Принимать участие в битве за титул «Самый красивый» могли только учащиеся колледжей. Но если сравнить конкурс с прошлым годом, то изменений в условиях нет. Единственное – это то, что конкурс проводится на уровне области. Я рад, что откликнулись все, и я уверен, что в следующем году будет еще больше участниц. Конкурс состоял из трех этапов. Как выяснилось, каждая из студенток обладает многочисленными способностями. Кто-то поражал игрой на музыкальных инструментах, кто-то выразительно читал стихи или пел, как настоящий артист. Зал Дворца культуры Горняков был заполнен до отказа взволнованными зрителями. Выступления сопровождались бурей аплодисментов. Каждый из гостей пришел поддержать свою красавицу. После того, как задания трех этапов были пройдены, все с нетерпением ждали результатов жюри. Громче, громче, громче! Аклодисменты, друзья! Поздравите нам энергию! Обладательницей первого места в конкурсе Куктем Аруу-2016 стала Мармар Кабденова, студентка колледжа Болошак. Девушка пока не определилась профессией и в данный момент всерьез занялась руководством танцевального ансамбля Лейлим, которому скоро исполнится два года. Сама же победительница увлекается танцами более десяти лет. На конкурсе Мармар Кабденова представила танец, рассказывающий о жизни девушки. На постановку танца ушло немного времени, всего лишь одна неделя, а на подготовку к конкурсу потребовался месяц усиленных работ. Я впервые участвую в подобных мероприятиях. Я очень рада. Спасибо всем, кто помогал мне подготовиться. Месяц усиленных работ не прошел даром. Если честно, идя на конкурс, я была уверена в победе. Спасибо. Сейчас девушка просто на седьмом небе от счастья и не собирается останавливаться на достигнутом. В конце конкурса всех участниц ждали памятные призы и грамоты. Осель Сазумбаева, Исламбекус Пан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В наше непростое экономическое время в Шахтинске для качественного ухода за больными выделено более 9 миллионов тенге. Управление здравоохранения Карагандинской области нашло возможность профинансировать нужды отделения сестринского ухода и средств государственного заказа. В Шахтинском регионе проживают более 300 инвалидов первой группы. Они нуждаются в постоянном постороннем уходе. Такие больные госпитализируются на условиях государственного заказа. В течение двух месяцев им оказывается необходимая палеотивная помощь. В Центральной больнице города Шахтинска по инициативе управления здравоохранением было открыто отделение сестринского ухода, которое своей задачей ставит круглосуточное наблюдение за пациентами, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. В это непростое экономическое время, в условиях экономического кризиса, необходимо было бы оказать всяческую поддержку именно такой социально уязвимой категории граждан. В отделении сестринского ухода предоставляется круглосуточный медицинский гигиенический уход за пациентами, морально-психологическая поддержка и многие другие медицинские услуги. Управление здравоохранения именно озаботилось тем, что в нашем Шахтинском регионе такой вид помощи, больше социальной помощи, а он как бы необходим и назрела необходимость открыть отделение сестринского ухода. Отделение сестринского ухода находится на первом этаже многопрофильной больницы. Есть возможность пригласить конкретных специалистов по разным нозологиям. С 2016 года отделение функционирует на платной основе. Предприниматели региона оказали благотворительную помощь. Подарили телевизоры, холодильники и электротитаны. Всего в отделении 20 коек. Семь из них предоставляются бесплатно. В настоящее время подобное отделение открыто в городе Сатпаев. Лариса Хусейнова, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. В Караганде прошел открытый турнир по национальной игре «Тоск Малак». Со всей области съехалось более 100 человек. На протяжении двух дней проходили состязания. Главным призом стал современный смартфон. В областном турнире могли принять участие школьники и студенты до 20 лет. Состязания проходили среди девушек и юношей области. Асулхан Кожанасы приехал из поселка Агадырь. Национальной игрой увлекается более 6 лет. Асулхан уже не раз становился победителем республиканских игр по «Тоск Малак». В этом турнире он вновь показал свое мастерство и завоевал гран-при. Мой самый первый учитель – Балдабай Каскабаев. Благодаря ему я занял первое место. Мне очень нравится игра «Тоск Малак». Шесть лет назад я вместе с другом пошел в секцию национальной игры. С тех пор я увлекаюсь этим видом спорта. Областной турнир был приурочен к 150-летию Алихана Бакийханова. Спонсором состязания стала компания «Натеже». На сегодняшний день игра «Тоск Малак» становится популярной среди молодежи. С каждым годом количество участников становится все больше. В этом турнире участвуют 113 участников со всех регионов Карагандинской области. Принимают также участие и спортсмены города Караганды. Всего 113 участников проводятся по швейцарской системе в 8 туров в виде рапиде. В школе имени Нагмета Нурмакова есть кружок, в котором детей обучают национальной игре. Команда этой школы была самой активной в турнире. Победители отправятся на республиканские соревнования по Тухойскому Малак. Лариса Хусейнова, Лжас Габасов, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. В Караганду приехал московский цирк «Джамбо». Артисты подготовили уникальную программу с множеством сюрпризов. Что именно ждет горожан, мы сейчас узнаем. Сейчас на арене Карагандинского цирка состоится яркое выступление московских артистов. Удивлять публику интересными номерами будут забавные кенгуру, страусы, экзотические птицы, кошки и собаки. А также зрители ждут невероятные трюки акробатов, воздушных гимнастов и многое другое. Цирковую программу назвали «Джамбо», так как в ней задействовано много экзотических животных. Самый завораживающий номер «Белые птицы» не давал зрителям расслабиться. Все трюки происходили под самым куполом цирка. Номер существует около 10 лет, покорил множество стран. Воздушный полет завоевал несчитанное количество наград. Но самое главное это серебряный клоун, полученный в Монте-Карло. Я сам являюсь рекордсменом Гиннесса. Я сделал свой трюк, правильное сальто прямым телом. Такое еще никто не делал в нашем именно жанре, воздушном полете. Вот такого плана, такого жанра, номер, да, если люди не готовы. Я вот вообще со спортивной гимнастики, спортсмен, 12 лет профессионального спорта, мастер спорта по спортивной гимнастике. Пришел в полет воздушный, ну и сколько, ну полгода, наверное, заняли мне эти тренировки, репетиции в день, там, по часа четыре. Идея цирковой программы родилась быстро, а вот процесс подготовки потребовал немало времени и сил. Самое сложное, говорят артисты, это свести программу, соединить между собой номера. Нужно учитывать большое количество разных животных. Нежелательно, чтобы они встречались. Ведь все животные дикие. Страус не совпадает с енотом на сухой. Но все старания не обошлись даром. Зрителям, особенно юным, цирк понравился. Дети не могли даже решить, что больше всего их впечатлило – дрессура, клоунады или акробатика. Я помню, когда акробаты выступали, и на палке с головой так, ну, выезжали. На голове, на палке, когда прикатывались, самое большее понравилось. Скажи, пожалуйста, ты оттуда ходил? Даша. А тебе понравилось воду, что в стиле? Да. А что больше всего запомнилось? Гимнастика. А ты часто ходишь тут? Нет, первый раз. Ну, хотя все равно это профессионалы, очень хорошо получается у них. Ну, в общем, мне нравится. Слово, я тоже была в восторге от всего увиденного. Думаю, впечатлений хватит на долгое время. А всем желающим получить море улыбок и бурю позитива напоминаем, что цирковая труппа пробудет в Караганде до 10 апреля. А сердце Замбаева, Лжас Кабасов, Арман Нартаев, первый карагандинский. Уважаемые избиратели, хотим напомнить, что 20 марта состоятся выборы депутатов Мажлица парламента и Маслихатов Республики Казахстан. Для голосования избирателей будут созданы удобные условия. 20 марта рынки города начнут работать с 11.00. Еще одна информация – штормовое предупреждение. На территории Карагандинской области 17 марта местами ожидаются осадки, туман, гололед, низовая метель. Усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду, а на севере порывами до 25. Просьба к населению одеваться теплей, быть внимательными на дорогах, не выезжать в дальние поездки. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok